Дорогой Гейдар Алиевич, Ваша деятельность на посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанам Отмечена высшей наградой Родины. Вам присвоено звание Героя Социалистического Труда С вручением вам Ордена Ленина и Золотой Медали Серб и Молла. Вымограждены, как сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР за большую организаторскую и политическую работу по мобилизации коммунистов и всех трудящихся республики на успешное осуществление решений 25-го съезда партии по развитию народного хозяйства, повышению эффективности общественного производства, обеспечению ежегодного выполнения и перевыполнения планов и социалистических обязательств по продаже государства всех сельскохозяйственных продуктов. Уже сама эта формулировка говорит о том, что награда имеет большой и глубокий смысл. Ею отмечена не только лично ваша, Елена Родинович, энергичная и успешная работа, но и значительное достижение всех коммунистов, всех трудящихся с Азербайджаном по выполнению важнейших решений партии по всестороннему развитию своей республики, увеличению богатства и могущества всей нашей Советской Родины. Поэтому я думаю, что ваше награждение будет с удовлетворением воспринято всеми трудящимися Азербайджанам, как признание также и трудовых заслуг и успехов. Но творческие усилия широких масс людей, чтобы быть по-настоящему эффективными, нуждаются в умелой организации и правильном руководстве. От руководителей, облеченных доверием партии народа, зависит многое и требуется многое. Они должны уметь ясно и доходчиво довести до людей смысл стоящих перед ними задач и наилучшие пути их решения. Мы должны понимать нужды, чаяния и возможности людей. Должны быть способны зажечь сердца, сознание величия и благородство целей, которые поставили перед собой партия Ленина и советский народ. Они должны иметь талант организаторов, обладать необходимой настойчивостью и последовательностью, четкостью и требовательностью в работе. Нужно с удовлетворением отметить, что вы, Гейдар Алиевич, за 10 лет пребывания во главе ЦК Компартии Азерберджана убедительно проявили необходимые качества коммуниста руководителя. Вы внесли большой вклад. Хорошие и устойчивые результаты, которые добились оттрудящиеся Азерберджаном, им немало делаете для устранения имеющихся недостатков для решения назревших больших задач. Отсюда и награда, заслуженная награда, Гейдар Алиевич. Вручая ее, я от имени всех присутствующих здесь, товарищей, и от себя лично сердечно поздравляю вас и желаю отличного здоровья и новых успехов в вашей очень нужной для партии и страны работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Леонид Ильич, дорогие товарищи! С чувством большой радости и глубокого волнения я принимаю орден, носящий имя великого Ленина, золотую медаль «Сербь и молот», выражая безграничную благодарность и сердечную признательность за столь высокую оценку моего скромного труда, за высказанные вами, Леонид Ильич, теплые и душевные слова. Эту награду целиком и полностью отношу к родной коммунистической партии, рассматривая как высокую оценку деятельности партийной организации Азербайджана всех трудящихся республики по выполнению решений 25-го съезда КПСС как новые проявления отечественной заботы и постоянного внимания партии и правительства к народу Азербайджана, к нашей республике. Во всем этом выдающаяся роль принадлежит испытанному лидеру нашей партии, верному продолжателю великого ленинского дела Леониду Ильичу Брежневу, который своей неутомимой деятельностью на благо человека во имя мира на земле, во имя торжества идеалов коммунизма завоевал всеобщую любовь советского народа, признание и высокий авторитет во всем мире. Заверяет Центральный комитет КПСС Политбюро ЦК, Президиум Верховного Совета СССР, Советское правительство, лично вас, дорогой Леонид Ильич, что не пожалеешь сил и энергии, чтобы оправдать оказанное доверие своей практической работой, всей своей жизнью. Еще раз большое спасибо. Памир всегда славится высочайшими горными вершинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова